Привет, друзья! С вами снова Анна Камлевская. Сегодняшнее видео будет посвящено итогам года и целям на 2017 год, поэтому, если вам интересно, оставайтесь вместе со мной. Итак, как всегда, хочется очень-очень много сказать, и чтобы не затягивать видео, я буду прямо идти по категориям, и мы начнем с категории здоровья. Я считаю, что в этом направлении своей жизни в этом году я сделала очень большой шаг вперед, а именно я познакомилась, скажем так, с нутрициологом, диетологом Русланой Пископель, прослушала ее лекции, посетила виртуально по скайпу индивидуальную консультацию, получила рекомендации, и уже в течение где-то, ну получается, декабрь, ноябрь, октябрь и половина сентября, в три с половиной месяца, если быть точной, я живу и следую ее рекомендациям, питаюсь определенным образом, и для меня это на самом деле большое достижение. Потому что до этого все равно всегда были какие-то срывы в сахар, в муку, в Макдональдс, в Бургер Кинг, в такие вещи. То есть сейчас я могу сказать, что мало того, что я не ем сахар изделий из белой муки, красное мясо, продукты с элементами Е, и много чего еще не ем на самом деле, но из такого основного, наверное, то, что большинство людей употребляет, я могу сказать, что мне этого и не хочется. Вот действительно нет тяги к сахару, к сладостям, к шоколадкам, тортикам. То есть у меня нет в голове такой мысли, что вот будет праздник, вот я себе позволю, будет выходной день, я себе позволю. И чтение книги Махатмы Ганди, в том числе там были и темы питания, и он высказал такую мысль, что еда нужна нам именно в медицинских дозах, то есть для того, чтобы, в общем-то, жизнь в организме поддерживать. Все это меня привело к некой мысли такой обобщенной, может быть, слишком радикальной, что все человечество погрязло в грехе, в чревоугодии, потому что мы реально ищем возможность угодить своему чреву. Конечно, можно долго распространяться на эту тему, я сниму отдельное видео, чтобы прям детально разобрать, но тем не менее, я считаю это большим своим достижением. И отсюда вытекает следующий пункт. У меня, в общем-то, с начала вот этой жизни, в которой у девочек начинается ПМС, оно у меня, в общем-то, началось, и я всегда пила таблетки. То есть у меня, может быть, было на счет какое-то количество раз, когда вот это все проходило без употребления мною, в общем-то, обезболивающих таблеток. И, конечно, меня это очень сильно выводило и раздражало, потому что только вроде начинаешь жить, что-то делать, и тут вот опять на несколько дней просто все это выбивает тебя из жизни, из колеи. И вот я считаю, что именно эта система питания привела меня к тому, что, в общем-то, мой пузыречек ножпы не открывается. И надеюсь, что дальше будет только лучше. Но, тем не менее, это очень большой результат и достижение, потому что вот все прочие способы, средства, не знаю, рекомендации, которые я находила где-то, и мне кто-то говорил делать так-то и так-то, они просто не срабатывали. И когда я питаюсь определенным образом, не употребляя вот эту всю гадость, и, в общем-то, нет никакой боли, это самое, что не на есть счастье, когда ты можешь, в общем-то, в первый день КД, это критические дни для тех, кто еще не знает моей терминологии, в первый день КД вы можете проводить, я могу проводить уроки, пойти в магазин за покупками, пойти гулять, ну, в общем-то, практически жить полной жизнью, а не вырубаться на кровати, напившись там 10 таблетками нож, и вот так вот уже в каком-то безумии лежать, смотреть сериалы, или просто тупо лежать и спать. Вот, поэтому, конечно же, это большой шаг вперед. Следующее, про что хотелось бы рассказать, на что, в общем-то, обратить внимание, и тоже я считаю это своим достижением, то, что я сама одна из Москвы доехала на машине до Санкт-Петербурга. В общем-то, дорога была не из простых. Не могу не снять на видео весь этот ужас, в котором я сейчас еду, просто идет дождь, снег, все, что угодно, когда подъезжаешь к фурам, какой-то кошмар происходит. Это будет такое очень короткое включение, потому что мне нужно следить за дорогой на самом деле, но не могу не поснимать вот те условия, в которых я еду, но я не теряю присутствия духа, и сейчас, нет, сейчас по знаку нельзя будет идти на угон, но там какой-то пипец, короче, я отключаюсь. Был и дождь, и ветер, и фуры огромные, в общем, все прелести дороги из Петербурга в Москву и обратно, но, тем не менее, поездка удалась, все прошло хорошо, я выдержала, и теперь у меня есть уверенность в том, что я смогу ездить на длинные расстояния, может быть, даже в Европу или что-то такое, то есть, ну, я понимаю, что я могу это выдержать, и это классно. Также этот год был примечателен такими событиями, которые взаимосвязаны между собой, и начнем, наверное, с предыдущего пункта, когда я поехала в Санкт-Петербург на музыкальную конференцию «Коллизиум», там я узнала про замечательного дирижера Ульфа Ваденбранта, соответственно, Ульф шикарно просто прыгает, после этого я, в общем-то, начала прыгать, ну, как-то так произошло, что и до этого, в общем-то, мы с мужем делали какие-то фотографии, как я прыгала а-ля Питер Пен, но, в общем-то, все это было, ну, как-то так, от случая к случаю, и мозг не был на это направлен. Ну, в общем-то, после встречи с Ульфом, в общем-то, так меня этот человек зарядил, вдохновил, что, в общем, прыжки стали какой-то такой неотъемлемой частью моей жизни, я считаю, что это, в принципе, обретение хобби, да, потому что, ну, я не могу сказать, что YouTube – это прям для меня вот, ну, хобби, да, ну и не работа тоже, соответственно, и мне не было какого-то, ну, отдушины, да, как говорится, какого-то хобби, и тут оно, в общем-то, нашлось, и, возможно, ну, это будем говорить в целях, возможно, это будет не просто хобби, а нечто большее, но обо всем по порядку, и, соответственно, дальше, как эта история разворачивалась, Ульф приезжал в ноябре с концертами в Москву, и мне удалось взять у него интервью для моего второго канала «Уроки вокала Анны Камлевской», вы можете, собственно говоря, зайти на канал и посмотреть это интервью, конечно, это был потрясающий опыт, я не очень хорошо знаю английский язык, честно говоря, но общались мы, естественно, на английском, вопросы задавала на английском, и это был, опять-таки, повторюсь, потрясающий опыт, волнительный и все такое, но в то же время это выход канала на международный уровень, и не хочется, в общем-то, с этим завязывать, сейчас намечаю какие-то моменты каких-то людей, у которых я еще хочу взять интервью. Раз мы уже заговорили про YouTube, то скажу, что мой канал «Уроки вокала Анны Камлевской» набрал более 5000 подписчиков за чуть больше года, и я считаю, что это очень хороший результат для образовательного канала, и, в общем-то, очень много было выложено видеоуроков, по два раза в неделю я выкладывала, иногда там были какие-то перебои, ну, буквально это было несколько раз, то есть, в принципе, как бы я ставила себе цель обрести некую стабильность вообще в жизни, и вот что-то делать постоянно и регулярно, и канал, ну, в общем-то, стал таким тренажером регулярного выполнения каких-то действий, да, и все это привело, в общем-то, к хорошим результатам, чего, конечно, я не могу сказать об этом канале, да, обо всем на свете с Анной Камлевской, здесь, в общем-то, всякое случалось, видео подолгу не выходили, потом я снова начинала этим заниматься, и сейчас тоже пытаюсь добиться на этом канале, определенной регулярности, хотя бы выпускать видео раз в неделю, и, может быть, два раза в неделю, надеюсь, в будущем году будет получаться. Переходя к теме творчества, здесь могу сказать, что каких-то глобальных достижений мною не было предпринято, потому что я после своего концерта как-то вот ушла в творческий отпуск, и, в общем-то, мне кажется, до сих пор в нем пребываю, но, тем не менее, здесь у меня родились какие-то мысли, идеи, связанные они с тем, что, в общем-то, цель стать певицей, популярной певицей, разъезжать с гастролями, и, ну вот, все, что, как бы, это предполагает, эта цель, она у меня ушла и растворилась сама собой, потому что потерялся смысл и ценность всего этого, то есть я для себя пришла к такому глобальному выводу, что мне интереснее что-то создавать, там, писать песню, придумывать хореографию, костюмы, это интереснее делать, то есть придумывать и создавать, чем именно воспроизводить, да, вот, ездить там по стране и постоянно выступать, да, то есть мне интересно делать именно такую, ну, более творческую часть, поэтому, я думаю, и тормозился процесс какой-то раскрутки, там, выступлений, и все это как-то не складывалось, потому что это просто был не мой путь, но за счет того, что я все-таки записала альбом, сделала концерт и прочие вещи, это дает, ну, очень богатый опыт, я совершенно не жалею, что я этим занималась и тратила много времени, сил и денег на все это, потому что сейчас я могу поделиться очень ценной, полезной информацией и теми выводами, которые я сделала в процессе, и как раз на втором канале буду запускать об этом блог. Но все-таки у меня была цель в этом году записать песню, которая называется «Мой мир рядом с твоим», и я ее записала, но я ее никуда не выкладывала пока, была идея снять на нее видео, но видео не снято, хотя тоже это была как такая цель, а пока я не знаю, что я буду делать с этой песней, буду ли я ее выкладывать, стоит ли мне делать так, чтобы она была моей, либо предложить ее другому артисту, в общем, ну, для себя, как бы она мне записана, цель выполнена, и это уже хорошо. Переходим к пункту образования, в этом году у меня был такой настрой на учебу, у меня хотелось и того, и того, и того, но, как правило, вот когда есть такой боевой настрой, он потом немножечко как-то вот и рассеивается. Но, тем не менее, я прошла курс 24 в школе разножанрового вокала Ирины Цукановой, курс я прошла, отсмотрела все видео, тренировалась, но экзамен пока не сдала, это, в общем-то, цель на будущий год, но, тем не менее, то, что уже все это состоялось, это большое-большое достижение, я считаю, и большой переворот просто в моем вокально-музыкальном сознании. Все-таки я постоянно в плане вокала где-то обучалась, искала какие-то новые пути и средства, и все-таки вот, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Я нисколько не жалею, что я прошла этот курс, и всем, в общем-то, вокалистам, артистам рекомендую обратиться как-то вот к школе Ирины Цукановой, посмотреть видео, записаться на обучение, приходить ко мне на уроки, это реально очень-очень круто. Если говорить о бытовых вещах, то мы с мужем стали наконец-то жить вдвоем в двухкомнатной квартире, мы снимаем это жилье, да, в Москве, и вы знаете, у меня нет такого момента, что вот надо купить что-то свое, надо там взять ипотеку и горбатиться, и всю жизнь платить за нее, переплачивать проценты, но знать, что это свое, там не платить чужой тете. То есть я очень спокойно к этому всему отношусь и вообще не запариваюсь. Тоже есть какие-то у меня такие мысли интересные на эту тему, и, возможно, в следующих видео я ими поделюсь. Но, тем не менее, значит, так как у нас освободилась вторая комната, она больше, чем наша спальня, я здесь оборудовала себе студию, собственно говоря, я сейчас в ней и снимаю. То есть очень много пришло именно материальных вещей, о которых я мечтала. То есть у меня теперь есть два штатива, у меня есть накамерный свет, у меня есть фон задний, да, и та конструкция, на которую все это вешается. В общем-то, наконец-то были куплены подушечки музыкальные, да, покрывало на этот диван, была куплена магнитно-маркерная доска, то есть я вообще ее получила в подарок на Новый год, и я получила огромное удовольствие от нее, то есть это просто что-то нереальное. И в этой комнате у меня как студия, в которой я снимаю видео, также и студия, в которой занимаются ученики, то есть наконец-то поставлен стол, уголком фортепиано, в общем, все налажено так, как должно быть. И, конечно же, вот эти бытовые вещи, когда вы знаете, где у вас что лежит, когда все в порядке, когда все вот сделано удобно, это очень сильно облегчает жизнь, и вот последние где-то месяца или полтора я очень активно всем этим занималась, потому что хотелось заняться чем-то, может быть, другим, более творческим, но я смотрела вокруг и думаю, так, все, мне надо все бросать, и вот этот хаос, который был вокруг меня, как-то, в общем, с ним надо было попрощаться, все разобрать, положить на нужные места, и практически-практически это уже сделано. В этом году также, что хочется отметить, я очень много попутешествовала, поездила, это был и Санкт-Петербург, потом это был Израиль, потом это... Что же было потом? Ну, как обычно, там, поездки в Калязин за Черникой, это, конечно, я не считаю прям уж таким большим путешествием, но тем не менее. Также мы посетили Рязань, из таких вот близлежащих городов, и поездка в Хорватию, в мою любимую, любимую Хорватию, тоже вот в сентябре это осуществилось, поэтому было довольно-таки много всякого разного отдыха. И, конечно, я не могу не сказать о книгах, потому что книги наполняют мою жизнь радостью, смыслом. Я обожаю читать по утрам, это идеальное вообще утро, когда я могу спокойно встать, налить себе чаю и читать, читать, читать. И что хочется отметить, я вот примерно с книжной полки себе вот рядом со мной лежат книги, которые я прочитала именно в этом году. Наверное, самые такие главные, сейчас покажу, это Махатма Ганди, в общем-то были у меня и в Инстаграме посты, очень рекомендую эту книгу. Теперь очень классная книжка, «Победи прокрастинацию», хотя я не очень помню, в этом ли году это было, у меня немножечко все смешивается. Точно в этом году был Ник Вуйчий, «Жизнь без границ», безумно вдохновляющая книга. Так, вот это, мне кажется, все было когда-то давно уже. «Арт коучинг», тоже очень интересная книга, именно для женщин, рекомендую почитать. «Главное внимание главным вещам» Стивен Кови думала, что будет ну что-то, то, что уже как бы было, но на самом деле очень вдохновляющая книга, и это книга из серии, которую можно перечитывать. Теперь «Стратегия семейной жизни», тоже очень-очень классная книга, почерпнула много интересного, и реально такие здесь советы, которые, ну, в общем-то, могут преобразовать вашу семейную жизнь. Дело не в калориях, хочу вообще следить на нее обзор, потому что книга заслуживает внимания, пока можете где-то ее найти, почитать, купить. Дальше, когда можно аплодировать, обзор я выкладывала на канале с уроками вокала. Легкая такая книга, можно почитать про музыку, очень круто. А вот эту книгу я перечитала, здесь «Преврати себя в бренд». Ну, классные советы, только надо все это делать, конечно же, разумеется. Теперь «Перечитала, думай как миллионер», здесь больше про наши ментальные привычки, связанные с деньгами, тоже могу рекомендовать. Наконец-то прочитала, несколько лет у меня стояло «Как стать первым на YouTube». Классные советы, вот надо бы сесть и что-то сделать. А то у меня такая есть тема, что я прочитаю книгу, думаю, классная книга, надо вот это сделать. И беру следующую книгу, читаю, и про это уже вообще забываю. Потом думаю, ой, я же не сделала. А потом я уже забываю, даже на какой странице это было. Еще одна потрясающая книга, Виктор Франкл, «Сказать жизни да», очень жизнеутверждающая, вдохновляющая, мотивирующая, рекомендую. И буквально на днях я дочитала книгу «Ботаники делают бизнес» про Федора Овчинникова, который в результате организовал сеть пиццерий «Дода пицца», в которой мы были и кушали эту пиццу. Пицца, честно говоря, мне не очень понравилась, а вот книга супер вдохновляет. Она такая откровенная, классная, в общем, читается очень легко, на одном дыхании я ее прочитала и могу всем рекомендовать. Таким образом, мы плавно перешли к целям на 2017 год, и первой целью является сдача экзамена Ирины Цукановой, чтобы стать уже таким дипломированным педагогом по вокалу школы разножанрового вокала Ирины Цукановой, методики импровинейшн, очень много слов, но действительно все они очень важны. То есть это такая первая цель глобальная, и я уже занимаюсь ежедневно, тружусь, 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 делаю упражнения. Следующая цель связана с книгами, есть идея все-таки прочитать все те книги, которые были, я так поглядываю на свой стеллаж, прочитать все те книги, которые были куплены, их довольно-таки много, и они еще пока не прочитаны, то есть есть такая идея. Следующая цель, она уже давно меня преследует, даже может быть не цель, а мечта, научиться шить, и она взаимосвязана с экзаменом Ирины Цукановой, то есть я прописывая себе цели, писала так, что вот я хочу сдать экзамен, и это очень глобально, это очень ответственно, и в общем-то нужен какой-то приз, но не так там приз, торт какой-то, или коробка конфет, которые в общем-то я не ем, а именно приз, который принесет мне радость, и в то же время пользу, и осуществит вот какое-то мое такое заветное желание. Поэтому призом к сдаче экзамена Ирины Цукановой будет швейная машинка, дальше уже будут там курсы, мастер-классы, либо это будет как-то наоборот, в другом порядке, это я еще подумаю, но тем не менее, вот швейную машинку мне очень хочется заполучить, даже для того, чтобы просто сшивать кусочки ткани, не знаю, может быть это глупо. Еще одной целью является, скажем так, закрепление моего здорового образа жизни, питание, то есть вот мне хочется именно с нового года, да, прожить вот целый год, ну, скажем так, осознанно в плане питания, и как-то развить это, и продумать какую-то диету, которая будет направлена именно на восстановление моего зрения, потому что пока оно у меня, в общем-то, не идеальное, и я не очень-то этим занимаюсь, честно говоря, и вот еще одна цель, там, если в плане здоровья, мне хочется восстановить зрение, опять-таки, вот упрочить вот это здоровое питание, упрочить, скажем так, двухразовый фитнес, ежедневные прогулки на свежем воздухе, и все это, конечно, совместимо с целью осознанной жизни, потому что зачастую, когда мы что-то делаем, мы не спрашиваем себя, а зачем я это делаю, зачем я ем тот или иной продукт, зачем я пью этот чай, а зачем я вообще пью чай с тортом, что мне этот торт дает, то есть люди, и мы зачастую не задаем себе эти вопросы, так вот, моей целью на этот год является именно осознанное проживание, то есть, если я снимаю видео, я задаю себе вопрос, зачем я это делаю, если я иду в магазин за покупками, я задаю вопрос, зачем я это делаю, как это улучшает мою жизнь, как это помогает другим людям, то есть хочется не выпадать, скажем так, из осознанности в течение всего года. Что касается путешествий, в общем-то хочется снова поехать в Санкт-Петербург, хочется поехать в Хорватию, причем на автомобиле, в общем многие мне уже пожелали удачи в этом плане, ну скажем так, в кавычках, но тем не менее я очень люблю ездить на машине, именно не там по городу в пробках стоять, а вот куда-то поехать, я получаю какое-то огромное удовольствие, чувство свободы, такой независимости, возможности управлять своим транспортным средством, остановиться там, где хочется, но посмотрим, что из этого получится, но тем не менее планы такие есть. Также из целей на этот год это получение новых ощущений, мне безумно хочется покататься на мотоцикле, и безумно хочется полетать на параплане, с парашютом нет, я прыгать не хочу, извините, пока что это, наверное, не для меня, а вот полетать на параплане это даже очень как-то вдохновляет, честно говоря, но посмотрим тоже, насколько у меня хватит сил, смелости реализовать эти желания. Также вот в плане нового опыта хотелось давно научиться варить мыло, но в общем меня стали увлекать какие-то вещи, вот шитье, мыло, варенье, то есть какие-то вещи, вот что-то поделать руками. Конечно, вышивать крестиком вряд ли я буду, но вот может быть сшивать кусочки ткани долгими зимними вечерами, вот это может быть реализуется мое желание. И еще, в общем-то, есть цели, про которые я не буду прям говорить в подробностях, они у меня записаны, скажем так, на моей магнитно-маркерной доске, она у меня двусторонняя, на одной стороне я ученикам пишу упражнения, а на другой записаны мои цели. Так вот, каждый день я их просматриваю, и это цели связаны именно с таким индивидуальным предпринимательством, бизнесом, я не знаю, как хотите это называйте, очень много идей, чем бы можно было заниматься, что делать, именно полезное для людей, а не просто, ну как бы вот цель, как там зарабатывать деньги исключительно. Но я вот действительно в этом плане, я не хочу это озвучивать, потому что об этом действительно не надо говорить, это просто нужно делать. И вот то, что я буду делать, собственно говоря, вы будете это наблюдать там в соцсетях, где это понятно, я буду все это постить, рассказывать об этом, и надеюсь, что вот в итогах уже следующего года я смогу сказать и показать вам эту досочку мою, на которой были записаны эти цели, сказать, вот это было выполнено, это было выполнено, это нет, потому что, потому что любой бизнес, это в принципе опыт, это колоссальный опыт, и я поняла, что мне, ну скажем так, не хватает какого-то экстрима, какой-то вот такой большой глобальной цели, какого-то проекта, потому что, ну всегда вот я придумывала себе какие-то проекты, то есть сейчас, ну индивидуальные уроки с учениками, канал может быть как проект, но все равно это какие-то не те масштабы, которых мне бы хотелось, поэтому вот этот год будет год увеличения масштабов деятельности, и надеюсь, хватит сил, энергии и вообще удачи, да, удачи для осуществления всех вот задумок, потому что все-таки я думаю, что мы нашу жизнь должны проживать не для того, чтобы искать какие-то постоянные источники удовольствия, не знаю там и прочие вещи, какие-то такие эгоистичные, а все-таки для того, чтобы реализовывать свои цели, свои желания помогать людям, чтобы все это было, в общем-то, исходило из принципов добродетельных, милосердных, скажем так, да, может быть это не совсем вот у вас вяжется с бизнесом, да, с какими-то вещами, но тем не менее мы живем, в общем-то, в материальном мире, поэтому все как бы это имеет место быть. И еще хочется сказать, в принципе, вот о целях, о духовных целях, потому что мы очень много говорим, да, и я сказала сейчас о том, что я хочу там попробовать это, хочу поехать туда-то, там хочу, не знаю, кто-то ставит себе цель, там похудеть, кто-то потолстеть и прочие вещи, но духовная составляющая, она тоже очень и очень важна, дорогие друзья, я считаю, что вот можно ставить даже себе такую цель и вам как идея, каждый месяц воспитывать в себе одну из добродетелей, да, то есть, например, январь посвятить, предположим, ну, не знаю, воспитанию в себе, вселенской любви ко всему вообще и ко всем вокруг, февраль к тому, чтобы не врать ни при каких обстоятельствах, да, а март посвятить избавлению от чрева угодия, ну, то есть, тут можно много вот, как бы, разных вариантов, просто хочу, чтобы вы об этом задумались, и, конечно же, я тоже ставлю себе такие цели, именно духовные, потому что духовный рост, он, ну, в общем-то, неизбежен, то есть, если вы не растете вверх, то вы деградируете, и это во всем. Дорогие друзья, пожалуй, это все, что мне хотелось сказать в этом ролике, я хочу пожелать вам удачно встретить Новый год, войти в него с новыми идеями, с новыми силами, и чтобы, конечно же, все это осуществлялось, но помните, все в ваших руках, либо мы делаем, растем и идем вверх, либо мы не делаем, деградируем и откатываемся назад, и, конечно, из таких откатов очень сложно возвращаться, но и это возможно. С вами была Анна Камлевская, ловите от меня много-много-много-много-много позитивной новогодней энергии, будьте счастливы, любите друг друга и будьте любимы. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok